Водон стал долгожданный момент для юных любителей хоккея. Стартовали отборочные туры первенства по хоккею среди дворовых команд Омские Орлята. К этому событию ребята готовились весь год. В первом этапе приняли участие более 1600 человек из разных районов. Теперь же лучшим из них предстоит бороться за выход в финал. Первая пара команд, которые получат шанс сразиться за кубок турнира, определялась на Черлакском льду. Для нас это гордость, гордость для района, что Черлак – это район с очень глубокими спортивными традициями. Первая королева спорта произошла именно в Черлаке областная. И сейчас хоккей идет, и у нас люди приходят, они болеют хоккеем, они ездят на все соревнования, смотрят. Омские Орлята – это не просто хоккейный турнир. Уже на протяжении трех лет инициаторы его проведения Евгений Шастин и Александр Карташов стараются организовать для детей по-настоящему спортивные выходные, пропитанные командным духом, общей любовью к хоккею и, конечно, интересный досуг. Кроме того, по мере сил и финансовых возможностей они стараются помочь районам со спортивным инвентарем. Не изменили этой традиции и сейчас. Представителям самого отдаленного от Черлака района, Сидельниковского, вручили комплект клюшек. Уже интерес проявляет Новосибирская область, Кемеровская. Думаю, те соседи, которые по региону у нас рядом, их можно подтянуть и провести такие же турниры. И где-нибудь в Телевомске, в Новосибирске, в Кемерово провести, собрать, например, по две сильнейшие команды. Эта идея есть, она как бы в доработке. Я думаю, что нам это удастся. А то, что турнир нравится, ну, сегодня можно сказать, что, например, сегодня 8 команд участвуют, сегодня приехало 5 глав района. Это о чем-то говорит, потому что главы, они повернулись к детям, к турниру лицом. Это нравится. Болеют за своих, конечно, ребят. Горжусь тем, что они третью победу уверенно одерживают. Ну, я думаю, что даже не столько победа, сколько, безусловно, участие. Это как бы история формирования, наверное, личности каждого из нас. Я думаю, что те молодые люди, которые сегодня приобщились к хоккею, достижение цели, командный дух. А хоккей – это, конечно, спорт мужественных людей. Вот, это будущее наше. Действительно, все больше людей заражаются энергетикой этого турнира. Это доказывается тем, что в этом году к нему присоединился уже 31 район. На этапе в Черлаке собралось 8 команд. Хозяевам турнира домашняя площадка явно помогала. Черлакцы получили явное преимущество в первый же день и не сходили с лидирующих позиций до последней игры. В итоге их болельщикам, не уходившим с трибун, даже несмотря на почти 30-градусный мороз, было чему радоваться. Черлакская юность – победитель. Турнир проводится у нас впервые, второй этап. Что свои трибуны, волнительно. Чем вам нравится мужские амбляры? Ну, чем. Что проявить себя, показать характер, ну и для души поиграть. Вместе с ними в финал вышли и серебряные призеры прошедшего этапа, а конечниковский вымпел. Немного очков не хватило до призовой двойки хоккеистом нововаршавского района. Но даже несмотря на это, ребята получили массу удовольствия и новый игровой опыт. Вчерашний день мы два раза выиграли. Это нам дало какое-то стремление. И теперь мы хотим выигрывать. Следующая пара претендентов на участие в финале будет определяться с 12 по 14 января в Одесском. АПЛОДИСМЕНТЫ